Всем привет! С вами Ярослав Маграмакин. Сегодня мы поговорим о новых правилах, которые коснулись ютуба. Итак, с 25 февраля, как вы заметили, не успели еще отгрынить нововведения, связанные с бета-версией, как мы получаем следующие предупреждения о нарушениях, связанных с контентом на видео. То есть очень часто вы замечали, что приходят уведомления о том, что в видео, допустим, используется не ваша авторская музыка, музыка с нарушением авторских прав и так далее. Сейчас все станет гораздо строже. То есть вам будет приходить уведомление, например, о том, чтобы удалить с вашего канала какой-то контент. Вначале это будет просто уведомление. Если он был неудален, вы можете его сами удалить. В следующий раз следующее нарушение повлечет за собой заморозку на целую неделю. Вы не сможете добавлять видео целую неделю. Вы не сможете проводить трансляции, публиковать какие-то новые сюжеты, добавлять свои значки, как это делались раньше, создавать записи во вкладке «Сообщество». И дальше, если опять это повторяется, уже могут дать заморозку на две недели, либо на 90 дней. И третье предупреждение – оно удалит ваш канал без возможности на восстановление. То есть если раньше вы получали на какой-то видеоролик, допустим, предупреждение, сейчас это будет касаться целого канала. Поэтому будьте осторожны, выкладывая какое-то видео. Обращайте внимание не только на само видео, но также на описание видео, на исходящие ссылки, куда вы ведете. Вот смотрите, творческая студия YouTube – это бета-версия. О том, как пользоваться бета-версией, я уже говорила ранее. Оставлю ссылочку в описании и ссылку на самом ролике. Вот. Сейчас, когда вы создаете новые видео, обращайте внимание на свой значок, который вы ставите, что на нем написано, чтобы это не противоречило общей политике. Смотрите, что вы пишете в описании. Описание также должно быть авторским и уникальным. Канал YouTube сейчас отдает предпочтение именно авторскому контенту. Что-то украсть там и прочее не получится. Ставить исходящие ссылки на сайты, противоречащие политике YouTube тоже не стоит. Что это? В основном это сайты, касающиеся азартных игр, там всяких интим-товаров, на всякие сайты, в которых содержатся сцены насилия, связанные с детьми. Вот. Расистские какие-то высказывания, разжигающие рознь на почве религии. Будьте внимательны к этому. Наверное, я думаю, что так же не стоит устраивать какой-нибудь излишний срач в комментариях. И тогда у вас будет все хорошо. Обратите внимание, нововведения вступили с 25 февраля. Сегодня у нас 1 марта. Многие еще об этом даже не знают. Всем спасибо. За лайк и подписку. Отдельная благодарность. Всем пока. Спасибо.